Здравствуйте мои подписчики и гости канала. Начиная с этого видео мы начинаем рассматривать технологию брожения. По этой теме выйдет несколько видео. Брожение проводят в специально оборудованных помещениях называемых бродильными отделениями. Для того чтобы брожение протекало хорошо следует придерживаться некоторых основных правил. Помещения и бродильные резервуары должны быть легкодоступны для чистки и в достаточной мере охлаждены. Дрожжи должны быть здоровыми соответствующего типа. Следует выбирать необходимый технологический процесс брожения применительно к условиям завода. Абсолютная чистота является непременным условием удачного течения процесса. Оборудование бродильного отделения. Бродильное отделение должно находиться под холодильными тарелками и оросительными аппаратами, чтобы сусло стекало в бродильные чаны кратчайшим путем и самотеком. Раньше, когда охлаждение проводилось натуральным льдом, бродильные отделения устраивали в подвале. Сейчас бродильные отделения размещают на тех же этажах здания, где находятся также и лагерные отделения. Тем самым создаётся целесообразно охлаждаемый блок, в котором размещены все помещения, требующие охлаждения. Наружные стены, потолок, иногда и внутренние стены и пол, если они не соприкасаются с другим охлаждаемым помещением, должны иметь хорошую теплоизоляцию, чтобы предотвратить потери тепла. Для этой цели используют асфальтопробковые пластины или другую подходящую изоляцию, которой облицовывают внутренние стены. После шпаклёвки швов изоляцию сначала покрывают толстым слоем цементной штукатурки, а потом гладкой полистой, на которую может быть нанесен слой масляного или другого подходящего покрытия. Однако, как правило, стены покрывают облицовочной плиткой и только потолок белят или красят белилами или другой краской. При правильно сделанной изоляции теплопередаче не должна быть больше, чем 0,3-0,35 ккал, делённая на метр в квадрате час градус Цельсия. Бродильные отделения должны быть достаточно просторными, чтобы без затруднений можно было чистить бродильные чаны, снимать дрожжи. Разводка водопровода должна быть осуществлена так, чтобы споласкивание чанов не требовало шлангов большой длины. Поскольку когда-то на заре пивоварения использовали деревянные чаны, то к ним должен был быть обеспечен доступ со всех сторон, чтобы их можно было чистить и снаружи. Однако бетонные и металлические чаны, которые встречаются повсеместно, обмуровывают и тем самым отпадает необходимость в чистке. Бродильные чаны обычно устанавливают в два ряда. Посередине на охоте проводится проход, а под чанами пространство для отбора дрожжей. Так лучше используется площадь и объём, который следует охлаждать при такой небольшой компоновке. Наиболее пригоден асфальтовый пол. Он гладкий, без швов, у стен и в углах закруглён, чтобы не затекала вода. Его наносят на бетонную основу, чтобы источные воды стекали быстрее, к канализационным трапам сделан уклон 2%. Канализационные трапы обычно изготовлены из чугуна с сифонным краном. Их легко чистить, однако они должны быть достаточно большими, чтобы при споласкивании не захлёбывались. Если бродильное отделение не охлаждается циркулирующим воздухом, оно должно иметь хорошую вентиляцию. В больших бродильных отделениях на площадках обслуживания между чанами имеются отверстия с решётками и углекислый газ, который опускается к полу, а отсасывается с прохода вентилятором. Свежий воздух подводится через вентиляционные отверстия над чанами. Всё пространство бродильного отделения должно отвечать высоким требованиям санитарии и гигиены. Цвет покрытый и облицовочной плиткой светлый. Чтобы было видно любое загрязнение. Швы между плитками должны быть хорошо зашпаклёваны. Не должно быть мест, где могут задерживаться грязь или вода. Бродильное отделение, включая лестницы, должно быть хорошо освещено. Бродильные чаны. Брожение протекает в открытых или закрытых бродильных чанах. Форма, размер, материалы, защита и покрытие могут влиять на ход брожения, а также на рост дрожжей и их физиологическое состояние. Бродильные чаны могут быть изготовлены из любого материала, индифферентного в отношении кислотности пива и который не влияет на ход брожения. Алюминий, нержавеющая сталь, пластические массы. Остальные материалы бетон, железо, сталь должны предохраняться защитным покрытием или эмалью. В литературе приводится ряд данных о пригодности различных материалов и покрытий. Порядок пригодности следующий. Дерево, пивной лак, парафин, алюминий, смола, эмаль, стекло. В разное время испытывали разные материалы и покрытия. При этом использовали небольшие емкости и полученные результаты нельзя считать пригодными для использования в большом производстве. Известно также, что после каждого нового покрытия или основательной чистки стен от пивного камня несколько замедляется осаждение дрожжей и осветление пива. Это состояние изменяется только после многократного заполнения чинов, когда создается новый слой пивного камня. Деревянные чаны. Ранее использовали исключительно дубовые в некоторых случаях сосновые чаны в форме усеченного конуса емкостью от 2 до 50 гектолитров. Эти чаны по форме и материалу имели с технологической точки зрения определенные преимущества. В охлаждаемых бродильных отделениях внутреннее содержимое небольших чанов не надо было охлаждать поплавком. Наружное охлаждение сбраживаемого сусла было замедленным и вполне отвечало естественному процессу брожения. На суженной поверхности конусного чана образовывался густой слой, который защищал пиво от инфекций и несколько замедлял выделение углекислого газа. На относительно большой поверхности стен довольно быстро образовывался пивной камень, который благоприятно действовал на агглютинацию дрожжей. Правильное течение брожения, образование плотной деки, хорошая агглютинация дрожжей и осветление молодого пива подтверждают, что форма и материал этих чанов были подходящими. Однако дубовые чаны требуют большого ухода, их надо ежегодно чистить от пивного камня, наносить новое лаковое покрытие. В обычном производстве их чистка трудоемко и потери пива больше, чем в чанах большей емкости. Бетонные чаны внутри покрыты хорошим защитным покрытием или облицованы специальными изоляционными пластинами. Преимуществами бетона является то, что форму чана можно приспособить к данному помещению и тем самым лучше использовать площадь. Недостатком является то, что бетонные чаны нельзя переносить и при реконструкции их трудно удалять. Обычно эти чаны имеют квадратное или прямоугольное дно, чтобы можно было снимать дрожжи без труда. Углы несколько закруглены и дно имеет умеренный уклон к выпускному отверстию. Чаны должны быть хорошо изолированы. Железобетонная конструкция чана должна покоиться на прочной основе, чтобы при осадке не образовывались трещины. Для приготовления бетона применяется соответствующий цемент и речной песок с галькой мелкой зернистости. Защитное покрытие нельзя наносить непосредственно на бетон. После затвердения бетона сначала наносят стеклянную или другую пористую шпаклевку, которая одновременно устраняет недостатки в бетоне и только после ее основательной просушки начинают пропитку. Могут использоваться покрытия, составленные на базе горного воска – гибит. Их наносят в горячем виде или обжигают. В качестве первого слоя используют более жидкий материал. Только последующий второй или третий слой имеют вид черного блестящего вещества, которое образует хорошо изолированную, гладкую и легко очищаемую поверхность. Также могут покрывать пластинами из подобного горному воску материала, который с одной стороны имеет слой силиката, после нанесения слоя цементной замазки эти пластины хорошо соединяются с бетоном и образуют с ним единое целое. Швы легко замазываются тем же материалом и поверхность отлично полируется. Утверждается, что при такой обработке в бетоне не образуются трещины, которые возникают в результате старения и химических превращений. Такие трещины даже незначительные могут стать источником инфекции. Если покрытие не портится от влаги, то небольшие недостатки легко исправить после устранения пивного камня обжигом паяльной лампы или нанесением нового покрытия. Также испытывались покрытия из эпоксидных смол или чаны облицовывали пластинами из пластичных пластмасс ПВХ, которые сваривали по швам. Металлические чаны. Из металлов для изготовления чанов используется алюминий, сталь и нержавеющая сталь. Для изготовления чанов используются тонкие листы из алюминия толщиной около 3 мм, которые собственно являются защитным покрытием. Только дно изготавливают более толстым 4-5 мм. Чаны имеют, как правило, квадратную горизонтальную проекцию и поскольку они не армированы, их следует обмуровать. На их поверхность наносят асфальтовое покрытие, джутовую оболочку и другие покрытия, чтобы влаги и щелочи из кирпича не было доступа к алюминию. В верхней части алюминий обычно выступает за обмуровку, чтобы не затекала вода. Алюминий следует предохранять от соприкосновения с другим металлом, чтобы в кисло-реагирующей жидкости не образовались гальванические токи. Поэтому холодильники и арматура снабжены прокладками или вкладышами из пластической массы. Алюминий нельзя чистить щелочными средствами. Пивной камень лучше всего удалять 15% азотной кислотой. Ртуть тоже портит алюминий. И поэтому в алюминиевых чанах используются только спиртовые термометры. С технологической точки зрения алюминий очень подходящий материал. Он не придает пиву никакого привкуса и не влияет на дрожжи. Гладкая внутренняя поверхность чанов из алюминия на воздухе быстро покрывается тонким окисленным слоем, который защищает алюминий и благотворно воздействует на агглютинацию дрожжей. Другим преимуществом алюминия является то, что его легко перерабатывать и тем самым изготовление чанов удешевляется. Наиболее дешевым материалом для изготовления чанов является обычная сталь. Она легко обрабатывается, достаточно прочна, ее не надо армировать, однако сталь не может выступать в непосредственный контакт с пивом. Поскольку кислоты, образующиеся при брожении, травят поверхность стали и дубильные вещества образуют железом соединению, придающие вкусу пива неприятный вкус, ухудшающий цвет, портящие вид пены, которая приобретает коричнево-черный оттенок. Поэтому на поверхность стальных чанов наносят разные защитные покрытия. Стальные листы должны быть отличного качества, гладкие, без так называемых наплывов, следов коррозии. Защитные покрытия из воска, приготовленные для железа, наносят на стены, хорошо очищенные от жиров. Также для изоляции стали возможно использовать пластические массы ПВХ или синтетические смолы. Но при их выборе и нанесении следует соблюдать осторожность. При малейшем проникновении влаги сталь может скородировать, а ремонт очень затруднителен. Конструкционно сталь очень выгодна. Наносить покрытие в чанах можно тут же на месте в бродильном отделении. Их можно не обмуровывать, и поэтому содержимое в них частично охлаждается воздухом бродильного отделения. При реконструкции чаны можно без особых трудностей перенести на другое место. Однако обычно стальные чаны тоже обмуровывают, чтобы не чистить снаружи. Поэтому не всегда можно использовать указанные преимущества. Стальные чаны изготавливают из толстых листов. При хорошем исполнении и уходе за покрытиями они имеют продолжительный срок службы. У эмалированных стальных чанов защитное покрытие заменено эмалью. На хорошо обработанную песком поверхность набрызгивают сначала основную эмаль, которую обжигают при температуре 900-1200 градусов Цельсия в специальных печах. После охлаждения наносят следующие один или два слоя кроющей эмали, которые снова обжигают. Таким образом на поверхности железа образуется стекловидное абсолютно гладкое и непроницаемое покрытие, стойкое к слабым кислотам и щелочным средством. Стены и дно чана должны быть несколько вогнутые вовнутрь, чтобы они не прогибались и эмаль не трескалась. Чтобы дрожжи лучше прилипали, эмаль должна быть на дне более грубая. Эмаль легко чистить. Это очень выгодный материал. Её недостатком является то, что при ударах она легко откалывается. Повреждённое место можно исправить тонким слоем жидкой эмали, однако часто вокруг неё образуются мелкие трещины, которые являются причиной коррозии. Размеры чанов ограничены размерами эмалированных печей. Эмалированные чаны бывают покрыты тонким слоем эмали и снаружи, так что их не следует даже красить. При изготовлении чанов нержавеющую сталь используют также как алюминий, только для защитной облицовки бетонных чанов. Благодаря большой прочности можно использовать тонкие листы толщиной около двух миллиметров, которые можно сваривать прямо на месте. Швы должны быть хорошо зачищены и поэтому чан сваривают только из двух или трёх частей. Нержавеющую сталь изготавливают разного качества. В пивоваренном производстве пригодна сталь, содержащая около 18% хрома и 8-9% никеля. Нержавеющая сталь может непосредственно соприкасаться с пивом. Она стойкая, ее можно чистить и дезинфицировать почти всеми известными средствами. И в бетонных чанах не нужно изолировать со стороны примыкания к бетону. Однако нержавеющая сталь очень дорого и поэтому применяется только в странах, где этот материал имеется в большом количестве. Форма и размер чанов. С технологической точки зрения форма чана не влияет на брожение. Оно протекает одинаково в чанах круглого, квадратного или прямоугольного сечения. У бетонных чанов, чтобы лучше использовать пространство, чаще выбирают неправильную форму, которая может стать причиной неравномерного охлаждения в местах, удаленных от холодильников и в которых дека быстрее опадает. С точки зрения обслуживания предпочитают чаны квадратного или прямоугольного сечения. Их легко чистить и съем дрожжей не представляет трудностей. Полезная высота сусла не должна превышать 2 метров, так как еще должна остаться высота для завитков от 20 до 30 сантиметров. В высоких чанах дрожжи осаждаются медленнее и их съем затруднее. Чаны можно чистить только с лестниц, которые часто портят дело. Емкость чанов различна. На некоторых пивоваренных заводах выбирают чаны по своему объему такому, чтобы этот объем был достаточен для одной варки. Это выгодно потому, что легко устанавливать количество сброженного пива и контролировать выход экстракта и потери на холодильных тарелках. На крупных заводах главным образом используют большие бродильные чаны емкостью 1200-2000 гектолитров. Брожение, однако, проводится в чанах емкостью от 400 до 500 гектолитров, чтобы содержимое их равномерно охлаждалось и дрожжи лучше оседали. Охлаждение бродильного отделения и чанов. При брожении высвобождается тепло. И поэтому, если температура сброживаемого сусла не должна превысить определенного предела, помещение бродильного отделения, а при больших чинах и их содержимое следует охлаждать искусственно. На заре пивоварения рядом с бродильным отделением располагались холодильники и бродильные отделения охлаждались натуральным ледом. Сусла в чинах также охлаждалась поплавками со льдом. После внедрения охлаждения с помощью машин этот способ считается устаревшим и более не применяется. Помещение бродильни можно охлаждать непосредственно системой смонтированных в помещении труб, по которым протекает охлаждающая жидкость. При непрямом охлаждении в специальных камерах охлаждается воздух и потом подается в бродильные отделения. При прямом охлаждении гладкие и ребристые трубы, по которым циркулирует соляной раствор, охлажденный до минус 6 или минус 8 градусов Цельсия, бывают расположены в проходах между чинами прямо под потолком. Охлажденный воздух, плотность которого при этом возрастает, опускается ближе к полу. Теплый воздух наоборот поднимается и благодаря этому происходит умеренная циркуляция. Имеющиеся в помещении водяные пары осаждаются на трубах охлаждения, и конденсированная вода капает в лотки, размещенные по всей длине трубок. Охлаждающая сеть не должна быть прикрыта наледью, поэтому периодически проводят размораживание, а вода, образующаяся при размораживании, стекает в лотки. Прямое охлаждение экономично и выгодно тем, что холодом аккумулированном в соляном растворе бродильное отделение охлаждается и в том случае, если на короткое время прекращается подача рассола. Недостатком этого способа является то, что потолок над холодильной сетью труднодоступен. Он бывает влажным, и на нём легко образуется плесень. Углы помещения и стены в результате меньшей циркуляции воздуха также бывают влажными, и на них тоже образуется плесень. Для поддержания температуры около 5 градусов Цельсия во всем помещении бродильного отделения необходимо количество тепла около 4200-5040 кД на квадратный метр в день. При температуре соляного раствора в 6 градусов Цельсия на 1 квадратный метр охлаждающей поверхности у гладких труб приходится от 42 до 63 кД, делённая на метр в квадрате час. У ребристых труб 25,2-33,6 кД на метр в квадрате час. Ребристая поверхность охлаждающей трубы на 1 метр длины в 7 раз больше, чем площадь гладкой трубы, и поэтому сеть ребристых труб всегда короче. Непрямое охлаждение было введено для того, чтобы в большинстве бродильных отделений путём обмена воздуха ограничить скопление углекислого газа в помещении, которое меньше объёма чинов. Одновременно с этим ограничивается образование плесени. Кроме того, в современных бродильных отделениях потолки ниже, так что над проходами между чинами не остаётся места для расположения охлаждающей сети. При непрямом охлаждении воздух охлаждается в холодильной камере, состоящей из нескольких пучков труб, через которые протекает соляной раствор. Воздух охлаждённый и освобождённый от влаги, которая осаждается в холодильнике, медленно поступает в бродильное отделение. Его циркуляция обеспечивается по-разному. Воздух может подаваться снизу и отводиться над чинами или проходить горизонтально над ними. Первого способа избегают, так как воздух, проходя над чинами, может инфицироваться. Второй способ можно использовать только в небольших бродильных отделениях. Обычно воздух медленно вводится в помещение над чинами и отсасывается снизу. Преимущество состоит в том, что потолок сухой и над чинами всегда чистый воздух. Скорость течения воздуха должна быть очень небольшой, чтобы не срывалась дека. Не должна превышать 1-2 десятых метра в секунду. При такой скорости течения весь объем воздуха в помещении бродильного отделения обменивается от 6 до 10 раз в час. Что достаточно для устранения образующегося углекислого газа. В больших бродильных отделениях это особенно важно. Так как при хорошем использовании места на 1 квадратный метр приходится от 8 до 10 гектолитров бродильного производства. Известно, что затруднения при дыхании происходят уже при концентрации 4% СО2 в воздухе. А при объеме 8% возникает опасность удушения. Воздух обменивается так, что в циркулирующий воздух добавляется определенная доля свежего воздуха. При непрямом охлаждении воздушные каналы не должны быть слишком длинными, так как они с трудом очищаются и могут стать причиной инфекции. Поэтому воздухоохладитель, а иногда и фильтрационное устройство для воздуха устанавливается непосредственно в бродильном отделении или в непосредственной близости от него. Воздух очищается простыми фильтрами с металлическими дисками, наполненными бактерицидным веществом. Он иногда охлаждается также душем из соляного раствора. Однако соляной раствор разбавляется влагой, осаждаемой из воздуха. И поэтому этот способ не применяется. Для охлаждения небольших бродильных отделений можно использовать также небольшие холодильные агрегаты для прямого испарения холодильного агента. Они работают только на одно отделение, имеют автоматическую регулировку и очень экономичны. Устранение наледью этих агрегатов простое, в то время как у трубчатых холодильников следует применять горячую воду. Для чана большого объема недостаточно наружного охлаждения. Поскольку при сбраживании 1 кг глюкозы освобождается 747,6 кДж. То на охлаждение чана расходуется от 504 до 630 кДж на гектолитр в день. Сброженное сусло охлаждается трубчатыми змеевиковыми теплообменниками, погруженными в сусло, по которым циркулирует охлажденная вода. Трубчатые змеевиковые теплообменники могут быть медными, стальными, алюминиевыми и из нержавеющей стали. Медные стальные трубы снаружи покрыты тонким лаковым покрытием. В чане они должны быть смонтированы так, чтобы было обеспечено определенное расстояние от стен чана и они не мешали чистке. Поскольку более холодное сусло опускается на дно, змеевики лучше разместить повыше, чтобы охлаждался верхний слой сбраживаемого сусла. В медных холодильниках потребление холода колеблется в зависимости от интенсивности брожения от 21 до 29,7 кДж на гектолитр в час. Охлаждающая поверхность медных холодильников бывает от 15 до 20 тысячных квадратных метров на гектолитр. Охлаждающая среда должна иметь температуру на 3 градуса ниже, чем охлаждаемое сусло. Поэтому предпочитают охлажденную воду 2-4 градуса Цельсия перед соляным раствором. Скорость протекания охлаждающей воды должна быть около 1 метра в секунду. Металлические бетонные чаны охлаждают так, что внутренняя часть чана свободна. Для этого в металлических чанах охлаждающие трубки или карманы привариваются к стенкам чана. А в бетонных трубки монтируют непосредственно в бетонных стенах. Недостатком такого способа является то, что трубы и карманы время от времени забиваются и их трудно чистить. Но вот опять же интересно, а почему нельзя сделать рубашку теплообменную, которая будет находиться вокруг этого чана? Теплообменная рубашка допустим на половину чана сверху, потому что сусло теплое в основном вверху, а холодное опускается вниз. То есть соответственно мы делаем рубашку в эту рубашку, а ее можно сделать разъемной, съемной, любой. И туда закачиваем уже рассол. Расчет теплообмен, рассол или холодную воду. А расчет теплообмена и теплоотдача легко делается. Я имею ввиду между стенкой, если рубашка съемная, между стенкой рубашки теплоотдача от хладагента к стенке рубашки, от стенки рубашки к стенке чана и от стенки чана уже суслу. Все рассчитывается, все можно рассчитать. Но может быть этот способ со съемной рубашкой, он отнимет еще 1 градус, нужно будет охладить, допустим, хладагент на 1 градус ниже. И брать его не от 2 до 4 градусов Цельсия, а от 1 до 3 всего лишь. Чтобы обеспечить вот эту потерю тепла на теплопередаче. На кондуктивном теплообмене, на конвективном теплообмене и так далее. В этом видео мы начали рассматривать технологию брожения и рассмотрели оборудование бродильного производства. Устройство чанов, бродильных чанов. Устройство их охлаждения. В следующем видео мы рассмотрим предварительное сбраживание сусла. Я думаю, что вот такая мелкая нарезка будет более полезным, чем если бы я это все собрал в огромное многочасовое видео. Потому что я уверен в том, что вам будет удобно смотреть эти видео в более коротком формате. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok